Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы вновь в студии телевизионной Российского национального конгресса кардиологов и продолжаем обсуждать вопросы коморбидных пациентов. И, на мой взгляд, одним из самых коморбидных пациентов нашей с вами реальной клинической практики является больной фибрилляцией предсердий. Это тот пациент, это аритмия, которая не приходит одна. И решая вопросы, стратегии ведения больных с фибрилляцией предсердий, мы часто вынуждены решать и также вопросы коморбидных состояний. И не случайно все последние рекомендации говорят нам о том, что в стратегии ведения этих пациентов очень важно контролировать все сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. И сегодня у нас в гостях в телестудии профессор Баранова Елена Ивановна, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет, один из ведущих специалистов в нашей стране, который уже много лет занимается проблемами и вопросами тактики ведения больных с фибрилляцией предсердия. Если у нас есть возможность услышать экспертное мнение из прямых уст. Елена Ивановна, спасибо большое за то, что Вы принимаете участие, за то, что Вы нашли время. Действительно, много ли у нас в нашей практике аблаторной стационарной больных с фибрилляцией предсердия? Как на Ваш взгляд? Добрый день, уважаемые коллеги. Валерий Александрович, конечно, очень много. И на самом деле ситуация такова, что в последние годы и во всем мире, и в России число больных с фибрилляцией предсердий прогрессивно увеличивается. Это связано со многими причинами. Во-первых, старение населения, доля пациентов пожилого возраста, безусловно, увеличивается. И чаще фибрилляция предсердий бывает именно у людей старше 65 лет. Почему очень важно обратить на эту внимание цифру? Потому что возраст 65 лет – это уже высокий риск развития инсульта. По шкале ЧАЗВАЗ добавляет больному 1 балл. И, как правило, у пациентов такого возраста есть многие коморбидные заболевания. Вот есть такой западный термин, который звучит – lone atrial fibrillation или одинокая фибрилляция предсердий. Так вот, фибрилляция предсердия, уважаемые коллеги, практически никогда не бывает одинокой. Причины для развития этой аритмии, кроме пожилого возраста, – это артериальная гипертензия, это избыточный вес, и в связи с этим нередко молодеет фибрилляция предсердий. Таких больных, которые ведут малоподбижный образ жизни, имеют абдоминальное ожирение, сахарный диабет, гипертензию, становится все больше. Поэтому и аритмия эта встречается все чаще в нашей практике с вами. Ну вот говоря про распространенность, действительно, к сожалению, пока тренд роста заболеваемости мы не можем приостановить. Вот как вы считаете, может быть, где-то на определенном этапе, ведь коррекция факторов риска, модификация факторов риска играет ключевую роль в развитии торможения патогенеза, механизмов развития фибрилляции. Вот может быть, где-то на определенном этапе мы слишком поздно начинаем задумываться об этом, когда уже аритмия случилась, и нам следует больше уделять вопросов в профилактике, есть ли здесь ключевые какие-то аспекты? Безусловно, это так, потому что эффективное лечение гипертонии, сахарного диабета, предупреждение развития особенно морбидного ожирения и связанного с ним опною во время сна имеет очень большую роль в предупреждении развития фибрилляции. С другой стороны, если уже у больного развилась фибрилляция предсердия, и он приходит на прием к кардиологу или к терапевту, и врач действительно видит среди его сопутствующих заболеваний очень много тех факторов, которые влияют на прогрессирование самой аритмии. Насколько важно своевременно все эти факторы риска контролировать и определяет ли в целом они тактику ведения такого пациента? Конечно, безусловно, это так. Я бы даже сказала больше. Вот к какому бы доктору, к какой специальности не пришел наш пациент, страдающий диабетом к эндокринологу, больной, у которого есть в анамнезе транзиторная ишемическая атака к неврологу, или к кардиологу в связи с высоким давлением, любой доктор просто должен взять за руку больного, посмотреть, оценить его пульс, и, возможно, это будет тот специалист, который впервые диагностирует фибрилляцию предсердий. И это принципиально изменит тактику ведения больного, потому что, с одной стороны, и гипертония, и сердечная недостаточность, и диабет, ну, как и возраст, являются фактором риска развития инсульта. Значит, будут диктовать необходимость назначения антикоагулянтной терапии. А с другой стороны, доктор будет прекрасно понимать, чем лучше он будет лечить коморбидные заболевания и объяснит пациенту необходимость такой тактики, тем лучше будет результат. Ну и действительно, мне тоже кажется, я вас здесь поддержу, вопросы некие инертности, они неуместны, потому что все-таки именно врач, который впервые столкнулся с пациентом и впервые зарегистрировал у него фибрилляцию предсердий, именно в его руках, да, вот эти первые шаги по модификации образа жизни, куда в целом направить такого пациента. Вот говоря, вы коснулись этого вопроса именно антикоагулянтной профилактики. Здесь ведь тоже коморбидность определяет нашу стратегию, персонализацию выбора. Какие вот наиболее значимые факторы вы рекомендовали бы коллегам учитывать в первую очередь в стратегии выбора? В частности, вот один из таких частых вопросов, которые задают, это вот один балл у мужчин по шкале ЧАЦВАСК, два балла у женщин, что делать? Рекомендации говорят рассмотреть, вот куда смотреть, и влияет ли коморбидность на эту ситуацию? Вы абсолютно правы, Валерий Александрович. Эта проблема существует. Если у пациента два и более баллов по шкале ЧАЦВАСК, он мужчина, а если женщина, женский пол добавляет еще один балл, сомнений никаких нет, если не противопоказаны антикоагулянты, они должны быть назначены. Но когда на один балл меньше, один балл у мужчин или два у женщин, здесь рекомендации нам действительно говорят рассмотреть. Я всегда спрашиваю, куда смотреть, микроскоп или в лупу, потому что этот вопрос до последнего года не имел однозначного ответа. Но вышли рекомендации Европейского общества кардиологов, рабочие группы по фармакотерапии, которые дают ответ на этот вопрос. Если это один балл, и это единственная ситуация, когда мы сравниваем риск инсульта с риском кровотечения, и риск кровотечения у больного невелик, тоже один балл или даже ноль баллов, то здесь особое значение имеет, какой же это один балл. И считается, что наибольшее значение имеет либо возраст 65-74, потому что 75 лет и более – это уже сразу два балла, либо с наличием сахарного диабета. И вот в этой ситуации мы еще имеем необходимость и возможность оценить другие факторы. Большее значение имеет фибрилляция, а не трепетание. Большее значение имеет устойчивая форма, персистирующая, постоянная, а не пароксизмальная. И дополнительные некие факторы. А вот к дополнительным как раз и имеет отношение избыточный вес и ожирение, и связанная с ним дилетация левого предсердия. А вот еще часто вопрос интересует наших коллег-кардиологов в отношении именно выбора антиаритмической тактики, медикаментозной терапии, интервенционные вмешательства. Вот здесь наличие тех или иных коморбидных состояний, диабет, ожирение, синдром обструктивного апноэ сна. Будут ли эти факторы влиять на тактику ведения таких пациентов и, в частности, например, рассмотреть в какой-то клинической ситуации более раннюю позицию в отношении интервенционных вмешательств и радиочастотной обляции. А с другой стороны, наоборот, может быть, этого пациента следует подготовить к этому вмешательству, и тогда мы будем ожидать наибольшего успеха в такой терапии. Ну, Валерий Александрович, прежде всего я хотела бы обратить внимание наших коллег на то, что контроль ритма или внедрение интервенционных вмешательств радиочастотной изоляции у стих легочных вен показано больным симптомным, то есть, которые есть симптомы, обусловленные фибрилляцией предсердий. Глокружение, слабость, выраженное сердцебиение, ангинозные боли в момент пароксизма и так далее. Если же больной бессимптомный, то вот такая стратегия не будет для этого больного иметь каких-либо преимуществ. Нам важно назначить антикоагулянты по показаниям и контролировать частоту сокращений желудочков. И, ну, представим себе такую ситуацию. Больной с морбидным ожирением, сахарным диабетом, неконтролируемой гипертонии, но симптомной. Мы планируем у него радиочастотную изоляцию у стих легочных вен. Скорее всего, она не будет, первая процедура, а может быть и повторная, достаточно эффективной, потому что дилетация левого предсердия слишком велика. Можно попробовать модифицировать образ жизни, хорошо полечить больного, тогда и интервенционное воздействие будет иметь больший результат. Ну и таким образом мы подходим к той проблеме, что если мы делаем фокус на пациента с фибрилляцией предсердий, с его всеми сопутствующими коморбидными состояниями, то встает вопрос, а где должен эффективно наблюдаться, ну, как бы в целом получать такое комплексное диагностическое, лечебное обследование в рамках, по сути, разных компетенций, эндокринологи, неврологи, если вдруг, не дай бог, у него перенесенный какой-то неврологический эпизод, или же аритмологи. Как Вы считаете, действительно ли важно в нашей реалии создавать вот такие центры, которые бы занимались комплексно ведением таких пациентов, и, может быть, уже где-то это даже и проводится? Уважаемые коллеги, конечно, этот больной с фибрилляцией попадает в сферу лечения разных абсолютно врачей, и эндокринологов, и кардиологов, и терапевтов, врачей общей практики, и многие больные могут лечиться вот у кардиолога или у терапевта. Но есть довольно большой пул пациентов, которые требуют сложного принятия решений, командного подхода, и поэтому мне кажется, что создание центра лечения больных фибрилляцией предсердий это очень важное и перспективное направление, и я очень горда, что в Санкт-Петербурге и в первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени Павлова уже есть такой центр, и Валерий Александрович вместе с коллегами, эндокринологами, аритмологами консультируете вы там наших пациентов. Спасибо большое, Лена Ивановна. Еще раз спасибо за то, что вы нашли время участвовать в наших таких интерактивных общениях. Таким образом, коллеги больной с фибрилляцией предсердия, он часто имеет очень серьезные, важные сердечно-сосудистые заболевания. Не забываем и о несердечно-сосудистых заболеваниях, среди которых сахарный диабет, ожирение, синдром обструктивного апноэсна, хронические заболевания почек. Это все тоже важно. Зачем нам понимать, главное, коморбидность этого больного? Это очень важно с точки зрения принятия решения и тактики антиаритмической контроля синусового ритма или интервенционных вмешательств. И в том числе это вопросы персонализации выбора антикоагулянтной терапии. Поэтому, коллеги, очень важно учитывать все коморбидные состояния, которые есть у больного с фибрилляцией предсердия. Спасибо, что вы были с нами. Подключайтесь активно. Конгресс продолжается. Впереди еще два дня, очень насыщенная, очень полезная для вас информация. Поэтому мы ждем ваших подключений. Валерий Александрович, Конгресс продолжает свою работу. Завтра, я знаю, будет симпозиум, посвященный как раз изменениям образа жизни. Мы можем анонсировать немножко завтрашнее онлайн мероприятие. Как раз если вы не знаете, что рассказать пациенту о модификации образа жизни, о изменении подхода его к образу жизни, завтра в 11 часов онлайн будет очень хороший симпозиум, подготовленный совместно с коллегами. Модификация образа жизни. Легко сказать, а как это сделать. Поэтому тоже подключайтесь и будьте с нами. Еще один симпозиум в 11 часов, как предупредить инсульт у сложного пациента. Это тоже командный подход в ведении больных в фибрилляции предсердий. Так что видите, как интересно. Будьте с нами, подключайтесь. Вас ждут очень много-много новых информаций. Спасибо за внимание. Будьте все здоровы. Спасибо за внимание.